В втором периоде партнер Григоренко стал Кузнецов. Какие были тогда ощущения после травмы Григоренко? О чем думали? Было обидно, потому что Миша подвернул ногу, но он как бы осень. Сказали, через две смены, то, что боль имели, все, а не, кажется, может быть, следующий друг, что-то. Спасибо. Получилось так, что вы с Кузнецовым сразу стали играть, как будто с детства друг друга понимаете. Вы первый раз вместе встали в одном сочетании? Ну, я с Кузне тренировался, пару тренировок в сборной. Просто получался мальчик и всякий. Нет, ни в кого. Успех, не стало в успех. Просто отдавали пасы, открывались. Какие-то есть ощущения после этого матча, что гора с плеч свалилась? Нет, обычный матч всегда. Следующий матч надо настраиваться и обязательно выигрывать. Какой же обычный матч, 14 шагов забили? Ну, так получилось в этот раз. Могло по-другому сложиться. В твоей карьере были такие матчи, когда с таким крупным счетом выигрывали? На достаточно серьезных турнирах, я имею в виду, на достаточно серьезном уровне. Ну, на серьезных турнирах не было такого, но были такие, считаю. И да, он совсем, 15-4 игроков за Краснодар. Вы знали, что у Кузнецова 9 очков, ему одного очка не хватает рекорда? По ходу игры? Нет, я не обращал на это внимания, как выиграл тут и все. Спасибо. Никита, вы знаете, какое вам прозвище канадцы сказали? Пикассо. Как оно вам? Я не знаю, как это переводится. Они вас чрезвычайно необычным художником назвали. Зато за очень прекрасную передачу. Хорошо. А как вам с Кузнецовым было? Хорошо, понравился. А за счет чего? За счет чего такая сыгранность и такие фантастические голы? Просто играли в пас, открывались друг по другу. Он как центр, чем отличается от Григоренко? Сегодня у нас в конце получилось так, что мы в фантастическом центре играли. Мы играли все трое впереди, но даже в своей зоне не играли. Когда уходили в конце. А когда он первую, кажется, шайбу забивал, мы сделали ему передачу через Вратарского, он забил из кого-то сумасшедшего в угол. У него-то просок, понятное дело, получился. А вы-то почему решили ему туда давать? Потому что передача была такая, весьма рискованная, в принципе. Может, было попроще сыграть. Ну, не знаю. Просто так получилось, что все остальное перекрыли, и игрок на меня полетел. И я просто международом дал, и пусть хорошо попал. Это на камере так видно, или у вас действительно мешки под глазами это не засыпано? Ну, на самом деле, мне кажется, недосыпно, что у нас получилось так, что вчера приехали, и после игры тяжело заснуть было. Потом проснулись с утра, там, считай, в 8.30 пошли на завтрак. Потом сразу тренировка. Днем, когда нельзя больше двух часов спать, потому что на игре я буду плохо себя чувствовать. Так что мало сходу спать. С лотвицами живете в одном отеле, подкалывать их будьте теперь? Мне все равно честно. Я как бы с ним не общаюсь, даже ничего их говорить не буду. Завтра на матч шведов пойдете? Не знаю. Завтра это будет завтра. Большое спасибо.